Почему столько мало теневых навежек, почему дети лежат у вас на песке? Вера Степановна, нас подвел подрядчик, мы только устанавливаем. Мы же меняем новые, ставим. Ну хоть старые поставьте. Депутаты, представители администрации и спасатели, как говорят, они сами сверяют действительность информации, которая содержится в отчетах о готовности пляжей. Ее предоставили предприятия санаторно-курортного комплекса. Мы же не идем все. Комиссия осмотрела медицинские и спасательные посты, инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. Вывод – в целом все пляжи города-курорта готовы к приему отдыхающих, в том числе самых юных. Пляжи готовы. Есть, конечно, какие-то недочеты, мелочи, но это рабочие моменты, которые в процессе будут устранены. Пляжи стали более ухоженными, появилось новое оборудование, которое отвечает уже современному классу, современному уровню. Так что, да, конечно, изменения видны в лучшую сторону. Это, прежде всего, новые навесы красивые, новые лежаки, новые горки, на которых люди могут кататься. Официально курортный сезон откроют завтра. Но уже сегодня визуально отдыхающих на пляжах Анапы больше, чем было в прошлом году на эту же дату. В прошлом году было народу меньше, несмотря на то, что сейчас прохладно, показывает практика, идет активное бронирование сейчас на курортный сезон, на день, это открытие курортного сезона, заезжать должны много гостей. Реально в центре города, в Витязево, Пионерском проспекте, мест просто нет. Именно в том секторе, который прошел классификацию, скажем так, это от двух звезд и выше. В минувшем году в городе-курорте отдохнули 3,2 миллиона человек. В этом году ожидают более 3,5 миллионов отдыхающих. Продолжение следует...